Деяния святых апостолов, глава 1. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сию, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около ста двадцати, мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его». «Да примет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его, и поставили двоих Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из тех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам». Деяния святых апостолов, глава 2 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих, его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Помфилии, Египта и Чистеливия, прилежащих Киринея и пришедшие из Рима, иудеи, празелиты, критяне и аравитяне. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. Айнейны, смехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сиюда будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченная пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, излью от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о прадце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог склятывая обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он, быв вознесен десницей Божью и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния святых апостолов, глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силу или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Книга премудрости Иисуса Сына Сирахова, глава 44. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них, величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою. Они давали разумные советы, возвещали и в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их. Они изобрели музыкальные строя и гимны, предали Писанию. Люди, богатые, одаренные силою, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими, и во дни свои были славою. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их. Есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются. В семени их пребывает доброе наследство, потомки их в заветах. Семя их будет тверда, и дети их ради них. Семя их прибудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. Енох угодил Господу и был взят на небо. Образ покаяния для всех родов. Ной оказался совершенно праведным. Во время гнева он был умилостивлением. Посему и сделался остатком на земле, когда был потоп. С ним заключен был вечный завет, что никакая плоть не истребится более потом. Авраам, великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе. Он сохранил закон Всевышнего и был в завете с ним. И на своей плоти утвердил завет, и воспитание оказался верным. Поэтому Господь склятвая обещал ему, что в семени его благословятся все народы. Обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до моря и от реки до края земли. И Исааку, ради Авраама, отца его, он также подтвердил благословение всех людей и завет. И оно же подчило на голове Иакова. Он ущедрил его своими благословениями и дал ему в наследие землю, и отделил участки ее, и разделил между двенадцатью коленами. И произвел от него мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти. Книга пророка Исаии, глава двадцать шестая. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живший на высоте высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника, и на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ твой. Огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя твое. Мертвые не оживут, рифаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали, а живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахи, ибо роса твоя роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. их. Субтитры